Детское радио представляет Детское радио представляет Головину волк не случайно Ведь он принадлежал к знаменитой породе Аляскинский маламут А ее выводили Примешивая к собакам Настоящую волчью кровь И конечно же частенько случались гибриды У которых дикими волками могли быть Мать, отец, дедушка или бабушка Но вернемся к подвигу Отважного вожака упряжки В 1925 году В городке Ном, что на Аляске Разразилась эпидемия заразной болезни Дифтерии Нужно было доставить спасительную сыворотку Из города Неана Что лежал почти в тысячи километров от Нома Мела пурга Колючий ветер сбивал собак с ног И конечно же Одна упряжка прошла бы дистанцию Не меньше чем за неделю Вот почему лекарства доставляли эстафетой Одна упряжка, выбившись из сил В очередном городке Оставалось отдыхать А ящики с сывороткой Перегружали на другие сани Со свежими собаками Балта был вожаком на самом последнем этапе К тому времени Замерзший и обессиленный бессонницей Каюр А так называют погонщиков собак Потерял сознание И отважный пес Принял командование на себя Он сам выбрал верный путь И доставил спасительный груз в Ном Балта, пожалуй, единственная собака Которую установили целых два памятника Один в спасенном городе А другой в центральном парке Нью-Йорка Трудно подсчитать Скольким людям сохранил жизнь отважный маламут Но есть собаки-рекордсмены По спасенным людям Самый известный из них Сен-Бернар Барри Высоко в альпийских горах До сих пор стоит монастырь Святого Бернара Сан или Сен означает святой Издревле монахи разводили там Огромных, но очень добрых собак Которых и назвали в честь монастыря Сен-Бернарами Всякий раз после снежной бури Собак выпускали за ворота И они разбегались в поисках путников Которых могло занести снегом На боку у них висели бочонки с ромом А специальная шлея Позволяла ослабленному человеку Привязать себя к собаке Чтобы та волоком дотащила его до подворья Барри оказался самым талантливым Среди своих четвероногих коллег За всю историю Сен-Бернарского монастыря Он спас 40 человек Увы, с последним спасенным Произошла досадная трагедия Это был солдат Наполеоновской гвардии Когда Барри выкапывал его из-под снега Он принял его за волка И выстрелил из пистолета Но даже раненый, пес, дотащил своего убийцу до ворот Где силы покинули его Чучело знаменитого Сен-Бернара До сих пор можно увидеть в музее города Берна А в Париже Барри был установлен памятник От благодарного человечества Подобных монументов собак множество Сотни, а то и тысячи В самых разных странах и уголках В шотландском городе Эдимбурге Жил-то был скайтерьер по имени Бобби Когда умер хозяин, Бобби отказался покидать его могилу И провел около нее 14 лет Потрясенные люди приносили собаке еду и питье А лорд-мэр даже изготовил специальный ошейник Чтобы Бобби не забрали ловцы бездомных животных После смерти верному псу поставили памятник Рядом с могилой хозяина Подобные случаи происходили в самых разных странах Примечательно история бронзового памятника Такому же верному псу из Японии Хачико Он прождал своего хозяина Университетского профессора На железнодорожном перроне Целых 9 лет Невозможно было объяснить Хачико Что профессора увезли в больницу И он там умер В 1934 году Прямо на этом же перроне Поставили бронзовый памятник четвероногому другу Однако во время войны вокзал сгорел дотла А памятник расплавился Но как только наступил мир Японцы установили другой Точно такой же памятник верному другу Так Хачико стал единственной собакой Которой памятник ставили дважды Знаешь, на свете было еще много известных и выдающихся собак Так что мне будет, о ком еще тебя рассказывать А сейчас пора прощаться, дружок До новых встреч До новых историй Про кошек Про собак